Стало известно имя обладательницы титула «Королева леса-2022» в Устьянах в рамках чемпионата лесоруб 21 века прошел финал конкурса красоты, который уже стал неотъемлемой частью программы. Более того, география вывела шоу почти на мировой уровень. За прекрасными леди наблюдали мои коллеги. Корреспондент Александр Богданович и оператор Денис Линчевский. География конкурса «Королева леса» впечатляет. За титул решили побороться 200 прекрасных леди из 38 регионов России. От Калининграда до Владивостока. Кроме того, заявки поступали даже из Республики Беларусь и Италии. Но в финале на сцену выходят только 23 конкурсантки. Участница под номером 16 Анна Зубова приехала на конкурс из Хабаровска. Девушка представляла в Устьянах не только свою красоту, но и авторский социальный медиапроект «На Дальнем Востоке. Жизнь есть», который рассказывает о нетривиальных фактах родного города. Очень все волнительно. И знаете, такое вот щекотливое внутри волнение, приятное, безумно. В первую очередь хочется сказать огромное спасибо организаторам, потому что к нам относились как к королевным. Вот так приятно. Впервые заявку смогли подать девушки от 21 года до 35 лет, которые не работают в лесной отрасли. В этом случае им предлагалось выступить с любой экологической инициативой или проектом. Впрочем, сами участницы это событие считают не только соревнованием. Сложилась действительно дружба. Даже не хорошее отношение, а именно порядочные, хорошие девочки проявили максимальное уважение, как всем. И мы на этом фоне прям сдружились. Было очень здорово и есть здорово. И я уверена, что с многими я продолжу общение. Мы будем списываться. И это очень интересно, что очень большая география. И даже разные часовые пояса, то есть представляете, насколько мы далеко будем находиться друг от друга. И тем не менее будем общаться. Это очень классно. Участница оценивала компетентные жюри, где были и звезды театра, и кино, приехавшие на площадку чемпионата. Финальное шоу длилось около трех часов. Я хочу коротко пожелать удачи нашему жюри. У них непростой выбор. Их 23 человека. Они все прекрасны. И выбор будет действительно сложный. Поэтому, уважаемые члены жюри, вам терпения, настойчивости и приятного жюри. На сцене стать шик и грация. Конкурсантам предстояло пять выходов в платьях, деловых костюмах и купальных нарядах. Ксения Платонова вернется в Архангельск в титуле вице-мисс всероссийского конкурса «Королева Лиса». Я безумно рада, что попала на этот конкурс. Это первый мой опыт. Я считаю, что он очень-очень-очень удачный. Показала себя как есть. Кайфовала от времени, которое я проводила с девчонками на репетициях. От самого конкурса. Невероятные эмоции. Я уже прослезилась уже. И самое главное, меня поддерживала моя компания «Титан». Все мои коллеги, все на связи. Писали, звонили, поддерживали. Титул «Королева Лиса-2022» и главный приз 2 миллиона рублей получила Талия Айбедулина из Ульяновска. Она член Российского Союза молодежи. Волонтер экологических акций по посадке деревьев в России и за рубежом. Я считаю, что успех – это хорошая подготовка. Поэтому я хорошо подготовилась. Я была, наверное, внимательна на репетициях и постаралась просто получить удовольствие на сцене и подарить те эмоции, которые я чувствую, подарить эти эмоции своему зрителю, члену жюри, зрителю. И просто сделать все искренне и от большой любви. Всероссийский конкурс «Королева леса» – специальный проект чемпионата России «Лесоруб-2022». Яркое шоу сменится соревновательными буднями. Состязания среди машинистов современной лесозаготовительной техники сегодня продолжались. Финал ждем завтра, 13 августа. Александр Богданович, Денис Линчевский, «Регион-29». Финал퍼딤� buffet «Регион-29» Финал «Регион-29». Продолжение следует...